здравствуйте дорогие друзья расскажу я вам одну историю на форум психологов обратилась женщина с жалобами с такими жалобами что у ее пятилетней дочери и уже почти 6 лет ну как бы живет монстр по кровати то есть у нее есть какие-то страхи она очень боится спать боится засыпать боится темноты страхи всего ночью сдрагивает от малейшего шороха мама с ней постоянно сидит до того момента когда ребенок заснет но кроме этого еще и подключился и нурез то есть мучиться непроизвольные мочеиспускания во время сна у ребенка и такое продолжается каждую ночь и родители конечно беспокоены они недоумевают почему такое происходит поскольку в их семье все нормально полная семья с мужем любит ребенка все хорошо добрые ласковые никаких пугалок не было но вот так вот почему-то у ребенка такое производит происходит и происходит уже в течение года такое состояние и они пытались как-то травестировать значит этот страх то есть они его рисовали делали смешным бантик подрисовывали этому существу на солнце его отправляли но вот ребенок до веселиться смеется но когда наступает вечер когда наступает ночь все равно по-прежнему боится то есть по описанию развивается или уже развилась уже можно так сказать тревожное такое фобическое расстройство у детей есть такой диагноз и что мне не нравится вот в данной ситуации то что у родителей нет эффективной альтернативы для для того чтобы справиться с этой проблемой потому что вот на мой взгляд по моему опыту опыту моих коллег данное состояние очень быстро и легко излечивается при помощи гомеопатического метода при том что метод безопасен то есть никак мы ребеночку не повредим все будет нормально все хорошо это быстро но альтернативы такой не существует для родителей не видит такой альтернативы и разумеется сми и вообще так скажем даже в большей степени на государство не предоставляет такую информацию о людям и за счет этого кому идут в тяжелых случаях уже идут психиатру что делают психиатры в таких ситуациях еще если невролог может назначить там фенибут пантагам еще что-то то психиатр как правило назначает антидепрессант или нейролептик причем вот опять же по моему опыту даже если этот антидепрессант или нейролептик не показано в детской практике то есть запрещен для детей до 18 лет там до 12 до 18 разные есть ограничения то все равно его назначают я много раз убеждался все равно его назначают то есть в общем-то тем самым до подвергает здоровью здоровью ребенку в общем-то ненужному на мой взгляд риску как следствие опять же даже даже если какой-то препарат разрешен в детской практике могут быть побочные эффекты на к сожалению мы все об этом знаем мы все об этом наслышаны что могут быть побочные эффекты и ну то есть это все как бы запутывает ситуация то альтернативу которая выбрала вот данная женщина обратившись на форум психологов ну в общем ну тоже да какая-то альтернатива но что ей советую кто-то сочувствует говорит что да вот сейчас интернет пестрит различными монстрами и современным детям сейчас сложно кто-то говорит ну что это страхи это нормально ну наверное да действительно нормально но если ребенок не спит если дальше все это затягивается если возникают другие синдромы а в данном случае уже подключился страх воды например вот в данной ситуации кроме того что ребенок не спит по ночам или боится уснуть еще она боится мыть голову она боится вообще мыться и плачет все-таки когда ее моют другой психолог что говорит о том что вот эта проблема послушных людей детей которым у которых есть запрет на выражение агрессии почему не знаю какая-то избыточная агрессия может формироваться у ребенка но тогда если это избыточная агрессия тогда это тоже проблема нам то есть это значит тоже нужно рассматривать опять же в медицинском контексте но не психологическом вот вся эта ситуация меня ну на самом деле действительно удручает и я бы конечно хотел бы чтобы у родителей было больше возможностей обращаться к различным альтернативным методом в том числе гомеопатии вот такой обзор благодарю всех за внимание